Всем привет! Я сегодня расскажу, как я в Unity собирала UI сцены для дизайнов интерфейсов для игры War Masters от CM Games. Мне разрешили показать их в портфолио, но они у меня были только на бумаге, а я решила показать все-таки, как оно будет выглядеть на девайсах вместе с версткой и решила, собственно, собрать прототипчики об Unity, чтобы это дело наглядно все было. У меня остались АПКшки, которые я тестила на телефоне. Я покажу, как я делала это тоже. В общем, я сделаю такое обзорное видео на то, как выглядят исходники, с чего я начинала, сколько было вообще, в принципе, работы. И это будет интересно для тех, кто не использовал Unity в работе, кто бы хотел, кто интересуется, может быть, просто покажу, как выглядит интерфейс, как тут работает логика, именно как собирать лей-ауты. Ничего такого, углубляться прям сильно не буду. Сейчас, как получится, так и расскажу. Особо не знаю, на самом деле, к чему это все приведет. Просто хотелось рассказать и вот, собственно, рассказывать. Я не буду затрагивать тему 3D, потому что это именно собирание в 2D сцене. Собственно, первое окошко, которое вы увидите при открытии Unity, это где нужно будет создать новый проект. Новый проект создается в 2D, либо 3D. Я в своем случае создала 3D, потому что я не знала, я не знала, какие инструменты мне понадобятся, но по идее можно было бы и 2D сделать, это было бы логичней. Здесь мы называем проект, как называется, как он будет называться, чтобы мы его нашли, где он будет находиться, в какой папке. Ну и, собственно, аккаунт, через который вы будете работать. У меня уже этот проект создал. Вот у меня, собственно, этот сам проект War Masters, в котором я работала, и давайте его посмотрим. В общем, что здесь по интерфейсу? Вы откроете, у вас вот примерно вот так все будет выглядеть. Может быть, чуть-чуть по-другому. Я тут меняла вот это окошко, но на самом деле вот так вот выглядит сначала game. Я ставлю симулятор, симулятор телефонов. Scale единичка, но здесь можно все крутить. Можно выбрать телефон, который вы будете смотреть. Это очень удобно при верстке, чтобы смотреть, ничего ли нигде не бьется, ничто не входит за экран, да, потому что resolution у каждого телефона свой, у каждого экрана свой, да, мы можем только предполагать, какие они есть. И я использую самый широкий, там, для таблетов, да, например, для этих, для планшетов. И самый узкий, это вот какой у меня телефон Zenfone. тот самый узкий, который может быть. Вот. Я смотрю по ним. Все ли хорошо работает? Если что-то бьется, то... Ну, если на них все хорошо, то на всех остальных разрешениях тоже все будет, скорее всего, хорошо. Вот. Ну, в идеале, конечно, лучше проверять на всех, но... Нет в этом смысла просто из-за того, что время потерять. Вот. Поэтому, да, я какой-нибудь средненький включу или... Давай десятый. Да, десятый. В принципе, неплохо выглядит. Вот. Что здесь еще есть? Здесь есть вкладка проект. Здесь вся иерархия папок проекта, да, внутри что-то будет. У вас по дефолту будет стоять папка ассеты. Ассеты. И сюда можно закидывать арт, шрифты. Прифабы я чуть попозже расскажу, что это такое. Я их отдельно тоже храню. Их, в принципе, лучше отдельно хранить. Сцены. Про сцены мы тоже поговорим. Вот. Расширение текст межпро, который тоже впоследствии надо будет поставить в течение работы, когда вы будете собирать. Тоже поговорим об этом. Ну, и анимации, да. Вот это все. В принципе, вся папка ассеты, она пустая. Тут, по-моему, только сцены были. Да, вот это уже наши скрипты, которые мы делали. Здесь были только сцены. И в сценах я собирала сначала макапы, да, вот эти вот три сцены. Это общие макапы, вот этот вот. Собственно, вкладка называется «Сцена». Здесь все и показано, ну, вся основная работа здесь и будет проходить. Да, и собрала три сцены. Получается три окна, которые мне надо задизайнить. Вот. Я уже заранее знала, что туда входит. У меня был список функций, кнопок, иконок, всей графики, которая там должна быть. И я, собственно, после этого только начинала собирать. Вот список иконок и кнопок, которые мне нужно было сделать, да, для этого, для этих трех окон. Какой функционал у них. И все это я брала из, собственно, игры, которую мы выпустили. Игра была выпущена на ассетах, которые были куплены заранее, которые сделала другая студия. И мы на них, чтобы не тратить время на разработку арта, мы пробовали геймплей уже в сторе, уже на людях живых, как говорится. И думали, вообще стоит нам дальше продолжать или нет. Ну, так часто делают, чтобы удешевить просто разработку. Значит, собственно, у меня есть вот этот список элементов. Я иду собирать, я иду собирать это все в Юнити. У меня есть... Я начала тогда с окна боевки. Вот этот вот фончик у меня тоже уже был. Да, я его создала. Он у меня из концептов остался. То есть это не полностью дизайн всех интерфейсов игры. Это примеры на трех окнах, которые, если бы вошли дальше в работу, я бы дальше разрабатывала до конца. Вот. Поэтому тут работает только кнопка сумки. Вот здесь вот она находится. И вот здесь вот кнопка паузы. Да, то есть я выбрала самые наглядные окна, которые показывают как можно больший разброс по дизайну. Чтобы картина была наиболее полная. Вот. Юай-сцена. Значит, как она выглядит? По иерархии мы с вами прошлись. Все хранится в папке ассеты. Внутри там тоже должен быть порядок. Все в одну кучу сгребать, конечно же, не надо. Если вы работаете один или одна, то делать, что хотите. Но если вы в команде, то там должно быть все по полочкам разбито. Во-первых, легче в этом разобраться. Во-вторых, логика должна быть какая-то более-менее одинаковая из проекта в проект. И любой, кто бы зашел посмотреть Юнити проект, мог разобраться здесь довольно просто. Что касается иерархии самой сцены. Здесь, вот если вы работаете в фотошопе, например. Сейчас вот на чем пример показать. Вот пример. Раз, два. Вот они. Вот этот объект, он ниже находится. Соответственно, он сзади. Сзади верхнего объекта. Да? А в Юнити наоборот. Чем ниже объект в иерархии, тем он выше в сцене. Тем он будет перекрывать. Это надо помнить просто. Дальше, что у нас тут есть? Мы когда создаем сцену, она у нас пустая. Можем давать, давайте создадим сцену на самом деле. Попробуем. Это чисто показать, как это выглядит вообще совсем-совсем. Голенькая. Ну вот, создадим сцену. Новая сцена. Заходим в нее. Нет, не сейваемся. Новая сцена. Вот она голая. И что у нас тут есть? У нас есть камера, через которую мы смотрим. У нас есть свет. Что там нужно сделать? Нам нужно создать канвас. Вот он UI. Канвас. Канвас – это, собственно, холст, на который будет накладываться внутри все ваши объекты, которые вы хотите собрать. и от него будет зависеть привязки к этому канвасу. Канвас, потому что он растягивается, вот как раз таки, в зависимости от девайса, соотношение сторон какое. И канвас нам помогает в этом смысле очень гибко подходить к тому, как расположены элементы на этом канвасе. Я обычно ставлю скейл по ширине. Здесь 1920. Ну, Full HD стандартно. Можно поставить матчить по ширине или высоте. и я обычно ставлю по ширине. Почему по ширине? Это если это если вы делаете вертикальный скрин. Если вы делаете горизонтальный, то по высоте. Да, чтобы у вас элементы растягивались по высоте. Почему так удобно? Потому что так легче будет привязать к уголкам. Например, хат. Все иконки хата, вот как вот здесь вот у нас сохраним. Вот как вот здесь вот у нас иконочки по уголкам разбиты. И на какой-нибудь разные вот девайсы мы переходим. И все эти иконки, они с одинаковым отступом от краев. От верхних и нижних точек по краям. И в зависимости от пропорций экрана, они встают на свои места и ничего нигде не бьется, и все чувствуют себя прекрасно. Все так. Да, то есть тут поменять-то только скил, скилл мод и решить, с какой стороны вы будете это все мачить. И вот на одном проекте из сцены в сцену вот этот канвас должен быть одинаковый. Он может меняться, если там прям ну очень велика необходимость, да, но лучше, чтобы оно собиралось одинаково, потому что чтобы просто копировать эти привязки, да, и чтобы везде все окна смотрелись целостно. Вот. После того, как вы создали канвас, нужно решить, что, какие элементы там будут. Я обычно начинаю с иконок по краям, если это хат, либо сверху вниз иду, да, то есть что там идет, там шапка экрана, если это поп-ап. Поп-ап это всплывающее окошко, которое в середине экрана, оно может быть маленькое, может быть на весь экран, да, но это поп-ап, который всплывает, всплывающее окно, внезапно появляющееся. Если говорить про то, как привязки делать, я уже начала, да, например, вот у нас есть ветка верхних иконок, так скажем. Вот они у нас здесь есть, они привязаны как раз вот этими якорьками, вот они, треугольнички эти, к верхнему, к верхнему краю экрана. Вот здесь вот в инспекторе, инспектор тоже у вас будет открыт, по-моему, стандартно, всегда, когда новый проект открываешь, по-моему, там есть. Если его там нету, то Windows, да, инспектор, вот, то есть все панели, которые вам нужны, они все здесь лежат, они, в принципе, почти все понадобятся. Ну вот инспектор, это вот как раз вот это, где все настройки делаются на элементы. У каждого элемента в иерархии есть рек-трансформ, то есть привязка к канвасу, каким образом делается, есть параметры ширины и высоты, скейл лучше оставлять как есть, а вот все манипуляции с размером лучше делать вот в этой вкладке. Почему? Не помню, кстати, почему. Мне что-то программисты сказали, что не надо. Я им поверила. Пробовать по-другому не стала. Короче, лучше не скейлить вот это место. Может, там что-то бьется по логике, не знаю. Вот. Что значит здесь у нас? здесь, если открыть вот эту вкладку, то можно увидеть, каким точкам по краям, в середине или по краям, или вообще на весь экран можно растянуть эту площадку. и они привязаны у меня по ширине к крайним верхним точкам. Если бы я посередине, например, их заскейлила, то тоже бы ничего не поменялось. Не так ли? они у меня тоже по ширине. Если посередине, то тоже ничего не меняется, потому что у меня канвас разница по ширине. Если меняется разрешение, то все привязывается к ширине. То есть, по идее, это работает нормально. А если я привяжу их допустим к середине. А, я неправильно привязываю. все, я поняла. Смотри. Тут есть три вариации анкоров. Если зажать shift control, появляется вот такая точка. не совсем какая-то до середины доходит. зажать control, alt. Тогда вообще все. А можно зажать shift, control, alt. И тогда вообще все эти точки, которые появляются на разных, при зажатии разных этих клавиш, они все вместе привязываются к какому-то одному этому вещи. Вот я стараюсь control, shift, alt везде делать. И тогда все хорошо работает. А если я сделаю посередке, то они у меня съедут на середку. Весь блок седет на середку. Если я сделаю привязку сбоку, то они у меня останутся посередке сбоку. Это значит верхняя привязка. Дальше у меня есть тут кнопка сумки, где лежат всякие айтемы. И там есть контент. Контент у меня скрэп, потому что он работает на открытие кнопки. И вот что же лежит в кнопке. Здесь шесть иконок, которые построены в иерархию, которая может растягиваться. Вот эта интересная штука очень часто в интерфейсах используется, когда вы не знаете, сколько элементов будет в одной менюшке. Она должна растягиваться обязательно. программисты пишут логику так, чтобы у игрока было вот сколько у него айтемов есть в сумке, вот сколько он пришел на бой, с какими вещами в сумке, столько у него и будет показывать. И все это можно отключать. Все будет отключаться. Вот кстати у меня здесь неправильно сделано. у меня здесь отключается не так как мне надо. Lower Center нужен. Нет, правильно. Так, сейчас Center, Horizontal, Fixed, Upper Left. вот Start Corner, Lower Right или Lower Left. Почему ты там делаешь? значит, и другое должно быть. И если я отключаю, например, вот эти все штуки, ну, ненужные слоты, то у меня привязка к сумке, чтобы они были рядом с сумкой, те слоты, которые доступны, там, где что-то лежит. Но по идее я могу их размножить до бесконечности, да, и они будут у меня вверх расти. я поставила такой компонент на именно на контент, да, если у меня есть иконка сумки, она отдельно лежит, у нее есть функция кнопки, на нее нажимаем и открывается сумка, а вот внутри сумки уже контент, у нее другая есть система, да, которую я привязываю уже именно вот к этому объекту, а не к сумке. Вот компонент называется Grid Layout Group, что мы делаем, мы нажимаем добавить компонент, ищем в иерархии либо по поиску, если знаем что найти, все, что касается компоновки нескольких элементов в сетку, можно найти словом Layout. Вот есть Layout элемент это конкретно к какому-то одному элементу, то есть к одной этой иконке применяется, там немножко другие функции, а все, что касается сетки, это Grid, Horizontal, Vertical, то есть либо вы растягиваете по вертикали, либо вы растягиваете по горизонтали, либо и там, и там. Grid это обе эти функции выполняет. и что тут есть, значит, здесь я могу задать размер каждой иконки внутри, какого размера она будет, я сделаю 100 на 100 пикселей, Spicing это отступ между этими иконками, здесь еще есть вкладка Padding, то есть если вы хотите от этого окошечка контента, вот эти вот синенькие две точки и белые края, это вот собственно границы этого объекта, и уже исходя от него можно сделать вот такие вот отступы по краям, у меня здесь нет ничего, вот, по горизонтали, и у меня только две колонки, можно сделать несколько, можно сделать Fixed Road Count, я кстати не помню что такое, забыл по-английски как-то, но тем не менее, у меня есть две колонки, я хочу оставить две, я могу их сделать две, могу сделать три, могу четыре, в зависимости от того, какую сетку мне надо сделать в ширине, все, это что касается этой иерархии, а внутри что у нас лежит, у нас лежат иконки, гонки снадобий и здесь только их использую, но они у меня разные, они у меня есть красные, а есть зеленые, и у них разное количество объектов лежит в этом слоте, и тут нам помогает система префабов, что такое префаб, вот этот квадратик три четверти говорит о том, что это префаб, префаб у меня в ассетах лежат в отдельной папке, вот они так выглядят, это все префабы, которые у меня есть в этом проекте, вообще на всех сценах, и как нам сделать префаб, мы просто вот объект, который обычный, серенький, мы просто берем, перетаскиваем его в папку, и он становится префабом, вот, показала, и хватит, что у меня есть, в общем, у меня есть префаб, этот поушин, он, в общем, как работает префаб, префаб, это что-то типа смарт-объекта в фотошопе, либо компонента в фигме, да, если вы работаете в этих программах, то вам, наверное, будет легче так понять, если в общих словах, то это коробочка, как объяснить это на пальцах, это коробка, в которой лежат элементы, и внутри они сохраняются в неизменном виде, а снаружи ты можешь навесить на них все, что угодно другое, да, и все, что внутри не будет аффектиться твоими изменениями, которые лежат снаружи, сейчас я объясню, что я имею ввиду, то есть вот у меня есть Potion, вот один префаб, мне надо, вот у меня есть Art Asset, да, мне надо, чтобы он выглядел, вот чтобы вот конкретно вот этот, вот этот элемент, вот здесь вот снизу слева, мне надо, чтобы там лежала иконка, ага, не тут, снаружи я не делаю, а вот здесь вот мне нужно, чтобы там была иконка зеленого поушина, и мне надо, чтобы тут было 20, и мне надо, чтобы это было белым цветом, вот с этим шрифтом, пускай это будет вот такой вот, да, и видите, то есть вот здесь вот, вот именно этот объект, он поменял свой вид, а эти остались такими же, и если я внутрь зайду в этот префаб, можно его, можно вот так вот зайти, да, на стрелочку нажать, то внутри ничего не поменялось, внутри он остался неизменным, точно так же вы можете зайти отдельно в сцене, чтобы в сцене был только этот префаб, без, как будто бы вы зашли, заглянули туда в коробочку, да, чуть-чуть посмотреть одним глазком, это можно так, а чтобы прям распаковать коробку, посмотреть, чтобы там удобно было, можно два раза нажать, и вы залезете прямо в сцену чисто этого префаба, да, там будете что-то делать, иногда это удобно так, иногда просто одним глазком заглянуть, так вот, если вы зайдете внутрь, то там ничего не меняется, там все в порядке, чем это хорошо, это хорошо тем, что вам не надо делать одну и ту же работу несколько раз, вы в одном месте поменяли, где вам надо, а во всех остальных местах осталось так, как вы задумали, вы в одном месте поменяли, и вы знаете, что это должно применяться и в других местах тоже, в других окнах, в других сценах, и чтобы вам везде одно и то же не делать, вы в одном месте это внутри этой коробочки поменяли, и во всех остальных местах, где эта коробочка применяется, все поменялось должным образом, чем это хорошо, во-первых, меньше работы делается в действиях, а во-вторых, что очень важно, вы сохраняете целостность проекта, вы не заново собираете кнопку, которая должна быть вот конкретно с этим цветом, да, а не с каким-то другим оттенком, это что касается префабов, вот мы разобрали, что такое префаб, и как составлять сетку, дальше у меня тут фейс, тут ничего интересного нету, и поп-ап, поп-ап, как у нас работает, когда мы включаем, у нас есть логика на то, чтобы включать кнопку паузы, у нас вылезает поп-ап, этот поп-ап растягивается по горизонтали, у нее есть картинка внутри, то есть есть фон полупрозрачный, вот этот черненький есть фон, да, краям середины экрана привязано, да, вот здесь вот можно посмотреть, краям середины экрана, и у каждой стороны есть отступ в 100 пикселей, а высота у нее вот такая, вот эти нули, всякие точки лучше убирать, тоже выглядит как пак, если честно, лучше какое-то цельное значение, если не сильно важно, то можно 750 поставить, допустим, да, посимпатичней, чтобы было, чтобы было четко понятно, что здесь нет ошибки, да, что это не что-то съехало, а все-таки осталось, осталось как как надо, так вот, у нее есть фон, вот этот черный полупрозрачный фон, иногда на нее, ну, мы должны навесить на нее картинку, да, какой-то фон, так вот, как это делается, сейчас попробую найти какой-нибудь элемент картинки, который бы растягивался, ну, вот, допустим, у меня вот этот растягивается, картинка, сейчас мы ее навесим, поставим поставим ей белый, чтобы не было никаких, потому что если черный, то он все закрасит черным, вообще никакой картинки не увидите, если белым, то он будет показывать изначальный цвет и ну, вообще, картинку, как она должна выглядеть, как она задумывалась на сайте, полупрозрачность тоже уберем, оставим вот так, вот что у нас тут получилось, картинка, как вы видите, она по размеру совсем не такая, как здесь, ага, я не ту положила, сейчас положу другую, это сейчас тоже объясню, что это такое, вот нижнюю положу, покажу, как это, может, конечно, другую лучше, какой бы, а, ну, давай вот эту, вот, давай вот эту, вот эту, значит, вот эта вот картинка у нас, она, ну, да, она такого размера, но, тем не менее, если мы ее будем увеличивать, да, вот, если мы ее сделаем вертикальную, не квадратную, а вот такую, то она у нас не бьется по всяким, вот видите, тут уголочек нарисован, он не растягивается, он такой, какой мы задумывали, тут есть всякие, еще неровности, они тоже сохраняются, тут есть вот зазубринки, вот, все это, все это остается, да, почему, как так получается, все ассеты режутся в минимальном размере, те, которые должны растягиваться по горизонтали, по вертикали, они режутся в минимальном размере и уже растягиваются в юнити, как это происходит, у нас есть вот это окошко, мы сейчас на него насадим картинку, чтобы эта картинка выглядела так, чтобы она могла растягиваться, мы рисуем ассет, да, который будет растягиваться, у него есть свои требования о том, что внутри не должно ничего там, какие-то вот точечки и царапинки, чтобы внутри не были, сейчас покажу, как, почему, да, вот мы берем картинку, минимального размера в PNG формате, так, чтобы у него альфа была прозрачная, сейчас он просто по дефолту стоит текстуркой, нам надо, чтобы это был спрайт 2D UI, ставим сингл, пивот в центре, здесь ничего не меняем, идем вниз, сохраняем, и у нас получается вот точно такие же, как все остальные ассеты, да, и внутри у него текстурка, а снаружи это объект, и чтобы он у нас вот так вот растягивался, как нам надо, сейчас я покажу сначала, как он не растягивается, так вот, сейчас вот картинка, она растягивается, она бьется по, видите, по своим пропорциям, а нам надо, чтобы она сохранила пропорции, но растягивалась внутри, но растягивалась, как это сделать, во-первых, здесь должно быть слайсят, но эта картинка не заслайсена, вот мне юнти говорит, что у вас нету границ, которые растягивают, которые дают возможность растягивать, что мы делаем, мы идем в спрайт сам и нажимаем кнопку спрайт эдитер, и здесь вот есть уже такие бордеры зелененькие, которые нам позволят растянуть картинку вот именно вот посередине, вот этот вот квадратик по горизонтали и по вертикали вот по этим бордерам будет растягиваться. Так вот, кстати, пивот, я так и не догадалась, как оно работает, но я его обычно ставлю в середине, может я не права, это я не знаю, но по крайней мере работает все корректно, как я заметила. Вот, вот эти вот зазубринки, вот если мы поставим вот здесь, то он будет растягивать вот эту зазубрину, и она тогда либо будет пицца, как нам не надо, либо, ну, если вам действительно нужен этот прием, тогда вы так делаете, мне это не надо, мне надо, чтобы он растягивал абсолютно пустое, не без какого-либо дополнительных вот этих вот зазубринок и текстурок вместе, но либо внизу, либо наверху, вот не важно, вот здесь все хорошо, здесь у нее тенюха есть, который уже в Пенгахе нарисовано, да, она точно так же будет растягиваться, вот, нажимаем apply, и что мы видим? ничего не, все растягивается, все как надо, уголочек сохранился, зазубринка сохранилась, здесь тоже, тенюха хорошо пошла, хотя она и с альфой, и все остальное, все замечательно работает, и вот, что важно, когда вы рисуете кнопку или вот такой вот фон, который должен растягиваться, никаких внутри там элементов не должно быть, если вы хотите внутрь положить какой-то элемент, который дает дополнительную текстуру, да, или что-то там еще хотите внутри сделать, чтобы она вот вся такая разная была, то вам надо найти другое решение, и вот у вас здесь native size стоит, вот здесь вот можно задать размер именно этих элементов, которые не растягиваются, если я поставлю два, то все элементы будут еще меньше, да, то есть здесь можно это редактировать, если я поставлю 0,5, то они будут больше, да, в зависимости от то, чего нам надо сделать, и вот если у вас внутри будут эти элементы, которые не растягиваются, то у вас та же самая ручка или царапина будет слишком маленькая, либо слишком большая, а вам надо конкретного размера для конкретно этого окна, то легче сделать отдельный этот спрайт и положить его, привязать к уголочку либо к серединке какому-нибудь краю и пускай он там лежит, как вот вам надо. Вот так вот работает скейливание в Юнити. Вот у меня папочка вот это вот макапы, да, а вот здесь вот внутри на каждый дизайн раскопированы вот эти по три этих сцены внутри. Зачем это надо? Чтобы мне макапы не собирать заново, да, я просто их скопировала и внутри собрала с теми иконками и плашками, которые мне нужны, да, вот в конкретном дизайне. Это чтобы не собирать себе и чтобы они одинаковыми были, да, чтобы они казались все-таки одним проектом. Вот допустим этот второй экран, да, боевку мы разобрали нам на примере макапа, здесь разберем на примере дизайна уже. Что здесь у меня было проблематично? во-первых, если запустить игру, то сейчас покажу. Да, вот здесь вот вы запускаете игру и в симуляторе можете подвигать, поджимать кнопки, все это, все интерактивные вещи, которые вы здесь собрали, оно все будет работать. и все, что вы плохо собрали, здесь можно увидеть, да, здесь проверяется именно так, запускайте игру и проверяйте, как это все будет выглядеть на разных девайсах, все ли будет скролиться, будет ли скролиться до конца, так ли будет все выглядеть, как вы задумали, ничего ли нигде не биться, ниоткуда никуда не вылезать, картинка не будет ли растягиваться и так далее, и так далее. Какая здесь приколюха была? Мы здесь ставили, что-то я не помню, где он мне скрипт этот ставил, force refresh вот скрипт ставил. У Unity есть проблема с короче, я с этим связалась, вот сейчас вот когда собирала этот проект, оказалось, что Unity по логике вещей, вот как я вам объяснила, по иерархии, чтобы все скролилось как надо, вот чтобы мне надо было, чтобы вот этот элемент, вот эти два блока энимесы и рэбелосы скроллились одинаково, да, то есть чтобы у них внутри было, чтобы начиналось там, я могла три поставить, да, либо пять, либо там шестой может быть мог появиться, а чтобы энимесов было просто дохерища, и вот Unity, когда видит столько привязок, оно почему-то перестает работать, оно, знаете, как оно бьется, сейчас покажу, если Force Refresh убрать и запустить, то он начинает схлопываться, видите, почему так происходит, мне сложно понять, по идее так происходить не должно, но если мы, если мы просто обновляемся, то все работает хорошо, все в порядке, если мы опять запустим игру, все будет то же самое, все опять схлопнется, до тех пор, пока мы не обновим лейаут, и для этого мой домашний программист написал мне скрипт, чтобы принудительно обновить окно при запуске, при открытии этого окошка, вот, в общем, здесь вот такая вот специфика была у этого окна, козочки пришли, козочки пришли, на улице, так, в общем, как, как это происходит, садишься, не знаешь, как делать, начинаешь гуглить, искать либо документацию, кстати, у Юнити очень хорошая документация, простая, а если вы что-то не понимаете, вы можете нажать на знак вопроса, и он внезапно выносит тебя на документацию Юнити, и можно нагуглить любой запрос, как сделать параллакс, как сделать анимацию кнопки, да, там вот, я вот такие вот запросы делала, то есть, вот все, что не знаешь, берешь и гуглишь, и на каждую фигню есть какой-то коротенький туториал на Ютубе, ну вот насчет кнопок, да, кнопки, здесь логика нажатия кнопок, ее здесь нет, ее надо писать, и у меня есть скрипт, который тоже мне программист написал, конкретно, я правда не перенесу, я думаю, если я перенесу вот этот скрипт на другие проекты, он, скорее всего, будет работать, да, то есть, вот он один раз мне его написал, и я его смогу переносить на другие проекты, может быть, что-то сломается, но я еще не пробовала, как это работает, сейчас покажу, вот у меня есть кнопка сумки, у нее стоит компонент button, тут все стандартно, тут я ничего не меняла, там нет никакой анимации, ну, то есть, это все автоматически, и есть отдельный объект в иерархии, который открытую сумку делает, то есть, сам скрипт, он переключает из одного состояния экрана в другое, то есть, соответственно, когда мы нажимаем на кнопку закрытой сумки, эта закрытая сумка исчезает, а включается открытая сумка, когда мы нажимаем вот сюда, сумка закрывается, открывается закрытая сумка, так вот, как это делается, есть вот такой объект backcrossbutton, она, на ней тоже компонент кнопки, у нее есть границы, да, куда, то есть, если мы тапаем вот по этой границе, скрипт срабатывает, если мы тапаем в каком-то другом месте за границей, то скрипт не срабатывает, что заставляет ее работать, где, собственно, торчит этот скрипт, вот он, кстати, сломался у меня что-то, я где-то уже что-то поломала, и, собственно, вот здесь вот есть все состояния в этом скрипте, которые заставляют включаться вот эту кнопку, и тут надо просто прописать, главное, не запутаться, что делается, значит, то есть, когда мы нажимаем на сумку, вот написано button, мы нажимаем на кнопку закрытой сумки, что делается, показывается один элемент, один элемент, можно добавить еще несколько, сколько угодно, один элемент, какой элемент, back open, вот это вот открывается, что прячется, можно 0 поставить, чтобы ничего не пряталось, я поставила один, чтобы пряталась сумка, которая закрывает, закрытая, кнопка сумки закрытая, потом, чтобы нам вернуться в обратное состояние, нам нужно то же самое сделать, только наоборот, когда мы нажимаем кнопку закрыть, вот эту, вот она, вот она, кнопка закрыть, мы ее нажимаем, у нас показывается закрытая сумка и закрывается открытая сумка, вот и вся логика, в принципе, легко все, как я тестила эти сцены на девайсе, есть, это очень-очень полезно, то есть, ну вот, вот это вот само окошко, оно само по себе полезно, ты можешь запустить, поскролить, потыкать, все ли работает, но, чтобы понимать размеры кнопок, все ли в палец, там, ну там, размеры шрифтов, удобно ли тыкать, удобно ли свайпать, удобно ли перетаскивать предметы, да, вот это вот все, чтобы это потестить, надо на телефоне это все тестить, я его подключаю через USB к компьютеру, Unity его видит, Build Settings, у меня здесь есть все сцены, которые я билжу, нужно обязательно переключиться на Android либо на iOS, в зависимости от того, на какой телефон вы билдить собираетесь, и выбрать девайс, который подключен у вас, вот у меня мой телефон, он подключен, если его не видно, рефрешнуть можно, сюда, Open, Add Open Scene, если у вас еще этой сцены здесь нет, нужно поставить галочку на нужную сцену, которую нужно забилдить, все, он здесь, значит, все настройки сохраняет, и я уже могу просто Build and Run включить, он у меня забилдит сейчас, ура, пол банана съела, вот, вот он запускается сам, и запускает игру, все, здесь можно поскролить, нажимать на кнопочки, анимации, я делала анимацию небольшую на пульсацию, вот этого, вот этой, по уши на этого, если смотреть поближе, то, вот так это выглядит, там просто, пью, 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 один, обычное состояние, дефолтное, да, потом он уменьшается на пару пикселей, и возвращается заново, включаешь, он вот так вот пульсирует, Shine я тоже по туториалу делала, в интернете, я не помню, правда, где, на какую кнопку, на какой дизайн, наверно вот здесь, да, вот здесь, там все вообще супер просто, вот оно, видите, вот так пробегает, как это делается, маской, во-первых, вот это, по-моему, да, reward, bottom claim, и у него есть вот, вот он, то есть это вот такой спрайт, который едет с одной стороны до другой, я им позицию вот здесь вот поменяла, по горизонтали, зациклила, все, про фонты, интересная вещь, здесь есть в юнити в самом стандартные фонты, это вот эти вот, некоторые, я сюда добавляла, то есть я использовала те шрифты, которые нашла, да, вон подсорси, которые более-менее подходили, у каждого шрифта, во-первых, есть свой стиль, да, все, все шрифты по-разному выглядят, кто-то с засечками, кто-то нет, кто-то толстый, кто-то тонкий, так вот, еще плюс к тому, какой шрифт вы добавляете, у них есть еще и разные стили, стандартные, у вас есть только один стиль, вы можете что-нибудь еще добавить, там, обводку, например, вот я добавляла обводку разного цвета, можно оверлей добавить, можно, вот мне надо было три разных цвета обводки, можно падающую тень добавить, можно оверлей, в смысле, цвет задать, градиентом или нет, но цвет градиентом я, кстати, добавляла вот этой вот кнопкой, иногда легче так поставить, потом сохранить это все дело в отдельный пресет, использовать в разных окнах. Какая специфика может быть для нарисования ассета для Unity, вот прям вот как арт-ассета делать, что там, какие там подводные камни есть, самые большие корзинки это бэкграунды, да, вот они прям есть, прям сильно большие, да, и они тоже такого разного размера, просто потому, что им нужны бордеры для того, чтобы в разные резолюции поставить, так как они не растягиваются, да, это обычный их размер, и соотношение сторон у них тоже не растягиваются, поэтому они большие, вот такой вот, ну, иногда так можно делать, но все, что касается интерфейсов, так делать не нужно, вот, например, тоже, у меня вот эта плашка будет только в одном месте, я знаю, что она должна быть такого размера, я его и делаю такого размера, вот, что касается растягивающихся ассетов, я о них сказала, обязательно, все картинки должны быть в PNG-формате для того, чтобы у них была альфа, да, полупрозрачность все-таки была, обязательно проверяйте ассеты на чистоту графики, чтобы никаких там не было пикселей снаружи объекта, потому что это все на разных экранах будет видно, например, вот здесь вот сейчас покажу, обычно я это проверяю инструментом строк, ставлю строк, можно единичку даже поставить, чтобы посмотреть, а нет ли тут нигде, не затесалось ли где-нибудь вот таких вот артефактов, их без, сейчас вот, даже без не белой, поставить, без, может быть, не видно, да, но в окне оно обязательно будет видно где-нибудь, поэтому, поэтому следите за этим, пускай, ну, пускай все будет чистенькое, удобно также редактировать прям картинки, прям в фотошопе, прям из юнити, если надо там прям буквально чуть-чуть что-то поправить, то легче просто взять вот точно так же, как я вот этот огонек взяла, здесь его, значит, переделать как надо, сохранить, да, это чтобы, если вам не надо было бы искать исходник, там, что-то править в исходнике долго, муторно, что-то хотите попробовать, попробуйте так, если надо по уму все сделать, все как надо, тогда надо идти в исходник, там, править, оставлять исходник, потому что потом вам это аукнется, если, если, если сделать прям здесь и оставить так здесь исходник не сохранить, будет проблематично потом, вот, собственно, и все, да, ну тут, что еще, кнопки растягиваются, иконки самые маленькие, то есть плоские иконки можно вообще прям в супермаленьком размере, 128, еще иногда делаю 64, тоже нормально, можно, да, кнопки обязательно растягивающиеся, вот, вот эти вот, например, у меня только по горизонтали растягиваются, потому что по вертикали они у меня всегда одной высоты, да, я их использую только в одних местах, где они должны растягиваться по горизонтали, в кнопках это сильно важно, потому что там и текст, и иконка еще часто бывает, и плюс еще локализация сильно влияет, потому что есть слова, которые нужно впихнуть в кнопку короткие, а на другом языке они будут очень длинные, то же самое слово будет очень длинным, вот, поэтому кнопка должна растягиваться всегда, всегда, всегда. Портреты я вот сделала, ой, ой, сейчас, сделала вот в таком формате, но по идее можно вот эту верхнюю рамочку отдельно сделать, вот этот внутренний портрет, портрет отдельно и собрать в сцене, как в два объекта в иерархии, и это помогает, например, если этот портрет без этой плашки или с другой, например, плашкой может использоваться в других каких-то окнах, чем меньше ассетов здесь уникальных, тем лучше. Юнити еще не умеет, если вам нужны, например, размытые тени падающие, например, у Юнити есть здесь вот кнопка, да, у меня, я могу на нее насадить компонент шаду, но он будет с четким краем, видите, его можно цвет настроить разный, какой хотите, он будет использоваться как мультиплай, это надо понимать, можно ему, да, угол падения сделать, то есть есть такой компонент, но он не делает размытости, да, вот он, если вы хотите блюрную тень падающую, то у вас не получится, вам нужно запекать ее в спрайт, вам нужно рисовать эту падающую тень и класть ее в спрайт, что важно еще, если у вас есть объекты взаимозаменяемые в каких-нибудь префабах, например, вот у меня поушинсы, да, они у меня вот в таких вот вкладках, важно, чтобы вот эти вот компоненты все были одного размера, все эти иконки были одного размера в каждом префабе, да, то есть снаружи лучше не менять, и чтобы картинки вот этого поушина и вот этого поушина были одинакового размера, что я имею ввиду, то есть чтобы они вместе рядом выглядели хорошо, то есть у них должна быть одинаковая обводка, одинакового цвета, и чтобы она по массе в спрайте занимала столько же места, сколько и вот это, ну, каждый одинаково занимал место, почему это важно? Потому что эти иконки будут программно заменяться, и у вас не будет возможности двигать каждую иконку так, как вам надо. Вам надо, чтобы они автоматически вставлялись и выглядели отлично. Вот эта автоматизация, ее добиться можно только таким способом. Что еще? Как бы вы уникально не делали иконку так, чтобы вот она выглядела и в маленьком размере, и в очень большом хорошо, надо соблюдать все-таки границы того размера, который вы хотите ее использовать. Если вы хотите использовать ее в 64 пикселя, то она должна быть одной детализацией. Если в 512 то же самое, то она должна быть другой детализацией. Вот это важно. Лучше делать два спрайта. А если порог плюс-минус в два раза, то нормально. То можно оставлять. Если в три раза и больше, то естественно нужен новый спрайт. Новый ассет. Я надеюсь вам это было полезно и не так теперь страшно. Начинать проекты на юнити. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Чем она может вам помочь? Во-первых, собрать рабочий проект, где можно попробовать интерактив. То есть потыкать кнопочки, включить анимацию, сделать взаимодействие между объектами. Если вы хотите сделать просто видео какое-то, то вам движок по идее не нужен. Вы можете это сделать и в какой-то другом инструменте. Например, в блендере можно сделать видео анимацию или в том же самом автор эффексе. Вот собственно и все. Спасибо за внимание. Надеюсь было полезно и не так скучно, как у меня обычно получается. Все, всем пока! Субтитры